всем привет я уже не первый раз сталкиваюсь с тем что не работает nav mesh для чего он нужен он нужен для того чтобы какие-то npc ходили боролись против тебя и так далее да то есть для искусственного интеллекта так скажем вот у меня проект который я образно собирал да что-то быстренько так накидал все здесь все подряд накачал куча ассетов если вот так посчитать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 в общем 10 ассетов здесь как минимум различных и и проблема что когда я ставлю nav mesh который необходим для передвижения он соответственно нажимая буковку p на английском языке да русская буква z здесь должна появиться зеленая область в данном случае ее нету потому что nav mesh не работает я очень долго копошился и искал где же это почему она не работает в итоге все оказывается в том что за куча ассетов возможно разработчики их изменили какие-то настройки параметры и так далее и повлияло на мог на мой проект в общем но для давайте для начинающих я объясню nav mesh когда вы ставите соответственно он должен быть погружен на ту плоскость на которую вы хотите чтобы персонаж ходил допустим вот этот бот расширить его на всю плоскость где ему необходимо ходить но представим что это вот здесь да и соответственно у этой плоскости где он уходит должна быть коллизия стопроцентно да то есть без коллизии работать тоже не будет если вот так вот бокс будет висеть соответственно не погруженный в плоскость он будет он тоже не будет работать но как видите он погрузился нажимаем буковку p чтобы он показался но он все равно не идет что я дальше начал копошиться и искать в общем смотрите когда мы ставим nav mesh у нас появляются вот наши сами nav mesh вот у меня здесь пять штук расставлено на всей области и появляется такой файл река ст река ст это вот как раз таки тот ответ так скажем по воздействию он образно делают билд данной области и рассчитывает где может ходить какие-то npc исконственный интеллект и так далее да здесь в река сте есть такие настроечки когда мы нажимаем здесь есть runtime generation динамик то есть если мы бокс давайте выделим бокс это наверное да вот вот этот бокс вот видите он большой такой этот бокс соответственно если он будет двигаться допустим или вы хотите просто чтобы он как-то вот сейчас подвинули и он динамично сделает обновление то есть без ваших действий без вашего ребилда и так далее здесь должно быть динамик auto-destroy with no navigation галочка enable driving смотрите есть еще в edit preference такие настройки как набираем наф и у нас внизу выскакивает вот такой вот update navigation of them автоматика ли здесь должна быть галочка проверяйте это просто если у вас нет ставьте и project settings если мы наберем наф либо перейдем в engine navigation mesh будет проще здесь есть то же самое да вот runtime generation dynamic все то же самое что мы и настраивали по сути но еще давайте посмотрим просто в all settings наберем наф и здесь покрутим вниз ну да я наверно там не заметил это то же самое engine navigation system engine navigation system не navigation mesh а navigation system то есть navigation mesh смотрите system тоже здесь стоит autocreate navigation data галочка и data gathering mode это у нас создание да быстрое и чуть-чуть такое медленное да сонное так скажем создание если у вас этих галочек не было и у вас также не работал навмеш проверяйте нажимаете буковку p соответственно и он сейчас допустим до сих пор и не появился как и у меня что же еще можно сделать во-первых после этих всех действий я уже очень долго думал и в итоге решил залезть в настройки для этого давайте закроем сам уровень точнее полностью проект откроем папочку где лежит проект и зайдем в папочку config здесь есть очень много вот настроек нашего проекта зайдем в default engine и не знаю почему в общем я решил удалить строчки как navigation system navigation system версия 1 почему-то я решил удалить ее и о боже заработало давайте проверим сейчас я отменю чтобы вы видели да что это такое это data gathering mode instant который мы там проверяли navigation invoker то есть показывать и так далее то есть а вот это кстати generate invoked это у нас создание навигации вокруг вызывающих элементов навигации то есть эта штука вообще не полезна не то что не полезна не нужна она скорее всего но если мы вот это все удалим сделаем сохранение данного и запустим наш проект и запустим наш проект заходим на карту точнее на уровень в котором у нас находится все смотрим наш snaf меши стоят соответственно вот он выделенный если мы нажимаем P ничего не происходит все равно из-за того что мы немножко изменили настройки давайте еще просто кинем вот сюда допустим еще один navigation nav mesh bounce и у нас все сразу заработало то есть при начале компиляции он вот сейчас сообразил то есть когда вот я здесь его поставил и соответственно он сообразил и все остальное просчитал заново этот мы можем удалить и это у нас заново ребилдится и получается что вот наш меш уже везде соответственно появился надеюсь это видео было вам полезно до скорой встречи всем пока пока